Здравствуйте! В эфире новости в студии Левтина Игнатьева. О главных событиях в городе мы расскажем прямо сейчас. Возрождение монашеской жизни. На территории Херсонеса восстановят мужской монастырь. Почему я говорю о театральном сообществе? Потому что вы наверху. Ваше слово так ценно и ваши действия так показательны. Разговор по душам. Народный артист России Владимир Машков провел встречу с севастопольскими театральными деятелями. Герои прошлого в Севастополе отметили 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. То есть как бы больница заранее себя обеспечивает кадрами. Это касается и высшего медицинского персонала и среднего. Новые лица в здравоохранении. В приемном отделении горбольницы номер 9 появился новый врач-терапевт. Возрождение монашеской жизни. На территории Херсонеса восстановят мужской монастырь, который 100 лет назад был упразднен. В честь знакового события в Базилике 1935 года прошла божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. С этого дня положено начало воссоздания монашеской жизни. Где будет располагаться музей и будет ли свободный доступ на территорию, заповедника расскажет Эльвина Зарипова. Херсонес – колыбель русского православия. Именно здесь в 19 веке появился мужской монастырь в память о крещении князя Владимира в Корсуне. Настоятельный корпус, гостиница, старая и новая трапезная, где, кстати, сейчас располагается экспозиция античной истории Херсонеса, научная лаборатория и коллекция находок из раскопок, все это располагалось на территории монастырской усадьбы. Главным ее центром стал Свято-Владимирский кафедральный собор. Первый камень храма в 1861 году был заложен императорской семьей после торжественного молебна. Шли годы, монастырь развивался, но в 1924 году прекратил свое существование. Пережил он немало. В период Великой Отечественной войны соборный храм регулярно атаковала вражеская авиация. Позже, уже в 70-х годах, здания, находящиеся в жилом фонде города, были переданы музею. Теперь, спустя 100 лет, обитель возрождают. Сегодня мы впервые совершаем богослужения, пусть не в храме, слишком много народу, главный храм реставрируется, а совершаем богослужения на древней базилике византийской, раннего средневековья. И это знаменует возрождение Свято-Владимирского монастыря. Благословение на это нам дал святейший патриарх Кирилл. Разделить это знаковое событие вместе со священнослужителями пришли и жители Севастополя. День воссоздания монашеской жизни в Херсонесе совпал с еще одним праздником – Сретенье Господня. Это для нас духовное поднятие большое, любовь, конечно. И мы рады за наш город Севастополь, что он возрождается, что Херсонес возрождается. Мы столько лет ждали и не видели. Чудо дивное. Литургия стала первым шагом на пути к возрождению. В ближайшие годы Свято-Владимирский монастырь будут восстанавливать. На территории, где располагаются домики для археологов, после ремонта будут проживать священнослужители. Остальные здания также постепенно планируют восстановить. Со временем здесь появится и духовная семинария. Сама мысль о том, что на этом чрезвычайно важном для России месте в Крыму надо возродить монастырь и сделать просветительский и научный, и сакральный центр принадлежит не мне. А эту идею и вместе с тем задачу поставил Владимир Владимирович Путин. Он, когда побывал здесь, он сказал, что здесь необходимо сделать особый духовный и просветительский центр. Здесь необходимо возродить и монастырь. Огромное спасибо и президенту, и святейшему патриарху за то, что они дали всем нам, а это тысячи людей, которые участвовали в этой работе, возможность такого удивительного творческого труда. Такой же раз в жизни бывает. Какова же судьба музея, уже известно. Он переедет в новые здания, которые возводит военно-строительный комплекс Минобороны России по поручению Владимира Путина. На участке в 24 гектара в скором времени появятся музеи античности, Византии, христианства, Крыма, а также международный археологический комплекс и многое другое. Вопрос о расширении границ музея Херсонес-Таврический, по словам директора, назревал давно. Мы не могли развиваться с точки зрения развития экспозиции. Находками мы прирастаем постоянно. Трасса Таврида строится, находки все к нам. Южный пригород, да, вот мы расчищали для строительства, находки все к нам. А куда их размещать? Помещений нет. Когда военные части ушли с южного пригорода и зашли туда ученые, вы представляете, какое великое множество памятников мы там открыли? Пять миллионов находок. Сейчас мы их все отрабатываем. Какие-то находки остаются в земле, и они дополнят экспозицию под открытым небом. В нашем новом здании будет золотая особая кладовая. Вы такое помните в Херсонесе? Нет. Золото всегда уезжало в другие музеи. А теперь это будет здесь, у нас, и мы с вами будем приходить и радоваться. Работать бок о бок благочиние Херсонес Таврический продолжит и дальше. Севастопольцев заверили, что музей-заповедник будет по-прежнему открыт для посещений. Экскурсии по археологическим памятникам также будут проводиться, как и раньше. А вот территорию, которая будет отведена под монастырь, смогут посещать только в определенное время. Ильвина Зарипова, Деливер Меджитов. Новости Севастополя. Почему так важно сейчас поддерживать новые территории и помогать их актерам в развитии творчества? Чего не хватает в Союзу театральных деятелей России и чем кинематограф вразительно отличается от театра? Об этом и не только говорил народный артист Российской Федерации, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Он второй день находится в Севастополе. В детской школе искусств актер и режиссер провел встречу с представителями творческой интеллигенции. Какие темы еще обсуждали, расскажет Святослав Данилов. Недавно вспомнил слова чилийского поэта у вреда Нобелевской премии Пабло Наруди, который сказал, он бывал в Крыму, он сказал, что Крым – это орден на груди планеты Земля. По ту сторону люди, которые сами привыкли, что их смотрят, слушают, следят за их выступлениями. Это артисты севастопольских театров, представители творческой интеллигенции города. А сейчас они в роли зрителей. С неподдельным интересом слушают знаменитого российского актера театра и кино, народного артиста страны Владимира Машкова. Севастопольских актеров и режиссеров он называет единомышленниками. Вы знаете, ни один человек на сцене не может один успешно сыграть спектакль, а все остальные нет. Это командная работа, вы все прекрасно это знаете. Поэтому я очень надеюсь на наше сотрудничество, чтобы мы разделили замысел общий. А общий замысел для творческих людей, как и для всех жителей страны, это наша общая победа, отметил Владимир Машков. Именно поэтому народный артист всецело поддерживает севастопольских актеров и режиссеров. Ведь творческие коллективы нашего города помогают бойцам СВО и их семьям, проводят благотворительные спектакли, направляют средства для наших воинов, организовывают бесплатные показы постановок для детей-участников СВО. Мне кажется, вы и есть тот пример жизни России, биения сердца. России, которое должно все-таки привести к осознанию все сообщество. Почему я говорю о театральном сообществе? И Владимир Машков привел пример, почему он уверен, что искусство вечно, и никто и ничто не сможет его победить. Вы знаете, когда началась эта беда, и Донецк был покрыт осколками, люди прятались в подвалах, но в городе работали медики, МЧС и театр. И он был всегда полом. Полом. Люди приходили, наряжались, потому что для зрителя театр – это… он тоже выходит на своеобразную сцену. Конечно, звучали от севастопольских театралов вопросы, просьбы, предложения. Зам. директора театра имени Молончарского Аксинья Нормандская напомнила о проекте театральные уроки для детей Донбасса, так как до талантливым ребятам с этого региона преподают актерское мастерство. На вопрос, будет ли продолжен этот проект от Союза театральных деятелей, Владимир Машков ответил утвердительно. Также народному артисту рассказали о том, что готовится премьера спектакля «Город Марии» о Мариуполе. Театр Лонончарского представит его на малой сцене уже 21 февраля. Он как раз основан на документальных свидетельствах, на дневниковых записях актеров Мариупольского театра, которые были свидетелями вот этой трагедии 16 марта 1922 года. Это был спектакль очень нужный. Мы очень хотели бы показать его в городах России. Удивительно открыт, мол, что Нижегородский театр. Мы, в общем-то, ничего еще не предлагали. Они предложили нам обязательно показать этот спектакль. Год назад Донецкий театр «Бравуна», они сделали спектакль «Я знаю правду». Документальный спектакль о тех событиях, которые происходили. Это такой очень искренний спектакль. Бесспорно нужный и вызывает настоящие эмоции в зале. А тем серьезных перешли к более непринужденному разговору. К примеру, Владимир Машков вспомнил шуточную историю о режиссере Анатолии Эфросе и о двух актерах, которые разочаровались в нем. Эфрос приходит и опять начинает. Слышишь? Самолеты? Да нет. Точно самолеты? Подбегает Эфрос, говорит, ребят, не надо этого делать. А что делать? Он мне скажет, слышишь самолеты? Да? Вдовольный, да? И один, и один, и один, и один. Ну, все, что? Ну, да, слышишь самолет, слышу. Просьба, чувак, один, и один, и один, и один, и один. Ну, сделай, и когда я пошел, один говорит другому. Да, миф о великом режиссере. Эфроси распенчан. А еще народный артист рассказал о той разнице, которую он видит между кинематографом и театром. В кино может сняться любой, во всяком случае, воспроизвести поведение самого себя. А если у него интересное лицо, называется типаж, да? Интересное лицо, но говорит плохо, кого можно озвучить, правильно? Что-то не смог сделать, заплатить не смог, капнули в глаз, плачет. Основа кино – фотография, их просто много. Основа театра – живой артист. Без дублей, дублей нет. Поэтому, по большому счету, в театре должны работать только профессионалы. В кино могут стать непрофессионалами. Спрашивали народного артиста и о дальнейших направлениях работы Союза театральных деятелей России. Объединение он возглавил буквально в декабре прошлого года, сменив на должности Александра Калягина. Он занимал ее долгих 27 лет. Машков отметил, главная проблема Союза театральных деятелей – отсутствие молодежи. Предложил провести съезд всех региональных союзов. Познакомиться. Мы очень хотим провести, наверное, в марте это будет, может быть, в конце. Первый съезд председателей Союза театра людей из 78 регионов. Всех председателей, которые с собой привезут по молодому человеку, артисту, кто, может быть, не в Союзе, но тем не менее, который активно начинает свою жизнь. Союз театральных деятелей занимается не только помощью артистов, а воспитанием молодых. Особенно это актуально в наше время. Мы рассчитываем, что Союз станет еще мощнее, появятся еще более интересные программы для того, чтобы наша молодежь влилась в творческий процесс. В завершении встречи, которая продолжалась около двух часов, от театра танца имени Вадима Елизарова, директор учреждения Александр Елизаров пригласил Владимира Машкова на концерт, который даст театр в Москве по случаю десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Народный артист пообещал посетить концерт. А еще Владимир Машков подчеркнул – отменить русскую культуру нельзя. Ее, как и русский язык, будут беречь. Это основа и суть наших мыслей. Святослав Данилов, Андрей Тымчук, новости Севастополя. Севастопольцы отметили 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Полторы тысячи наших земляков отдали долг родине на полях сражений той войны. 15 наших бойцов не вернулись домой. Сегодня их чистовали однополчане. Памятные мероприятия прошли в разных точках города. Алексей Дмитриев побывал на некоторых из них. Сегодня уже внуки тех, кто воевал в Афганистане, несут венки и цветы к памятникам бойцам, погибшим на той войне. 15 тысяч советских солдат и офицеров положили жизни в боях с маджахедами. Из них 15 – севастопольцев. Их однополчане по традиции пришли в сквер воинов-интернационалистов. Вспоминали свое боевое прошлое, много говорили о спецоперации на Украине. И пытались сравнить оба конфликта. Ведь многие ветераны Афгана прошли и через СВО. Полторы тысячи севастопольцев воевали в Афганистане. Сейчас в городе проживают около 600 ветеранов этой войны. На памятном мероприятии многим из них вручили грамоты. Отметили благодарственными письмами и тех, кто не был в те годы на фронтах Кандагара и Баграма, но сегодня борются за историческую память. Мы на протяжении уже пяти лет работаем тесно с Российским Союзом ветеранов Афганистана. В данный момент они называются и силами специальных военных операций. Занимаемся непосредственно военно-патриотической работой в городе Севастополе. Походы, уроки мужества, экскурсии, всевозможные встречи с ветеранами, посещения ветеранов. Для того, чтобы дети непосредственно могли пообщаться, получить живую исток информации. Одно дело, когда они получают информацию в школе, на уроках истории. А другое дело, когда они уже общаются с людьми, которые в действительности знают, что такое война, не понаслышке. У памятного камня севастопольским добровольцам, погибшим за русский мир, он стоит у Черноморского высшего военно-морского училища, тоже собрались ветераны афганской войны. Здесь обстановка была более непринужденная. Собравшиеся вспоминали интересные эпизоды из своей службы, рассказывали анекдоты. Когда пришли школьники, приступили к официальной части. Провели с детьми мини-урок истории и возложили цветы героям, погибшим в Чеченской войне и на СВО. Кстати, среди наших воинов-афганцев тоже были добровольцы. Я заходил туда уже лейтенантом после окончания училища, шел осознанно. Заканчивал училище как бы с золотой медалью, поэтому выбор у меня был в любую точку. Ну, шли туда, потому что считали так, что все офицеры должны пройти через это. То есть вы фактически доброволец? Да. Мы всегда приглашаем младшее поколение школьников, учеников, для того, чтобы они знали о наших героях, о том, что ребята отдавали свои жизни, боролись за независимость нашей страны, за пределами нашей страны, помогали нашим союзничным государствам. Поэтому мы считаем, это важная эта дата, это день воинской славы нашей России, для того, чтобы помнить, чтить память ребят, которые отдавали свой долг. Памятная дата 15 февраля посвящена не только ветеранам Афганистана. По данным Минобороны, если не учитывать спецоперацию на Украине, после окончания Великой Отечественной войны более полутора миллионов наших граждан принимали участие в 30 военных конфликтах по всему миру. 25 тысяч из них погибли. Вечная им память. Алексей Дмитриев, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя. Четыре кандидата. Законность, конкурентность, легитимность. В Севастополе на базе городской точки кипения провели круглый стол, посвященный законности и конкурентности предстоящих выборов президента России. В нем приняли участие представители Общественной палаты Севастополя, СевГУ, Общество знания, политологи, а также по видеоконференц-связи к разговору присоединился президент Ассоциации Независимый общественный мониторинг Александр Брод. Он особо отметил работу Центральной избирательной комиссии, которая заметила определенные нарушения и справедливо отклонила документы некоторых кандидатов. И сейчас состав избирательного бюллетеня сформировался окончательно. Также Александр Брод отметил, что мониторинг предвыборной кампании продолжается. Общественным наблюдателям и экспертам, организаторам выборов необходимо готовиться к возможным провокациям, информационному давлению, выявлению и устранению проблемных моментов. Напомню, что в Севастополе уже прошли обучение 600 общественных наблюдателей. Вне голосования они будут находиться на всех 187 избирательных участках. Борьба с вбросами различными, чтобы выборы прошли прозрачные, транспарентные, чтобы ни у кого не было сомнений, что эти выборы у нас не было никаких срывов. И взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями, которые представлены в Севастополе. Мы сегодня провели круглый стол, обсудили, наметили пути взаимодействия. Сегодня прошел круглый стол, устроенный общественной палатой Севастополя. Мы обсуждали законность, легитимность предстоящих выборов. Название интересное придумали. Четыре кандидата. Законность, легитимность и прозрачность выборов. И будет ли конкурентность. Это был главный вопрос темы обсуждения. Мы пришли к выводу, что, конечно, конкурентность будет. Будет особая битва, скажем так, политическая за второе место. Новые лица в здравоохранении. В поликлинике городской больницы номер 9 появился врач-терапевт. Нового медработника тут ждали давно. Это первое рабочее место специалиста после пройденной программы целевого обучения. Какими впечатлениями от места работы делится врач? И какие еще специалисты требуются медицинским учреждениям Севастополя? Расскажем далее. Температура уже нет у вас? Нет. Осуществить первичный осмотр пациента, провести диагностику заболеваний внутренних органов, исключить возможные патологии. В поликлинике номер 9 принимает пациентов дежурный терапевт Хайридин Измаилов. Профессия медика была выбрана Хайридином еще в школьные годы. Тогда он стал интересоваться разновидностями и историями появления болезней. Это история еще со школы. Как-то я нарвался на статью по поводу псориаза. У меня у товарища был псориаз, но есть такое заболевание, кожное заболевание. И начал изучать, читать. Стало интересно. Молодой специалист прошел долгий путь. От студента колледжа до врача с высшим образованием. Хайридин Измаилов после школы переехал из Бахчисарая. Выбор стоял между поступлением в Севастополь и в Симферополь, рассказывает врач. Раньше, ну и сейчас, конечно, мне город нравился тем, что он тихий. Ну здесь относительно тихо, спокойно. Вот люди в основном, ну такие добрые, все доброжелательные. Бесплатное образование в лучших вузах даже при недостаточном количестве баллов. Такую возможность предоставляет программа целевого обучения. А после окончания ординатуры молодые врачи сразу получают рабочие места. В выбранных учреждениях специалисты должны проработать от трех до пяти лет. То есть, как бы больница заранее себя обеспечивает кадрами. Это касается и высшего медицинского персонала, и среднего, медсестры, фельдшера и так далее. За моим приемным отделением числится, ну, больше десяти врачей. Вот. Из этих врачей целевой специалист только один. А мне бы хотелось, например, знать, что на ближайшие пять лет я буду доктором обеспечена. И если бы целевиков было бы больше, мне было бы жить спокойней. По договору целевого обучения Харидин должен проработать в поликлинике три года. Но работать он там намерен и дольше, ведь, по его словам, практика в медицине самая интересная. А в профессии врача важнее всего сохранить жизнь и здоровье пациента. Анжелика Желнина, Андрей Вовк, Новости Севастополя. И в завершении выпуска прогноз погоды. Это были главные новости. К этому часу в студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире.